здравствуйте дорогие друзья в этом видео я вам покажу как нанести рисунок карандашом на наш холст первоначально мы должны сделать предварительный рисунок эскиз который мы потом перенесем на холст на поверхность холста рисунок наносится простым карандашом не имея основных творческих навыков можно воспользоваться предварительным рисунком с помощью или кальки обыкновенная чертежная калька или разделить рисунок на квадраты и перенести на холст я вам сейчас покажу этого нам понадобится несколько листов обыкновенной бумаги из принтера скотч ножницы карандаш и чертежная калька первое что мы делаем мы склеиваем между собой листы на размер холста то есть наш эскиз предварительный рисунок должен иметь точно такой размер как наша картина которую мы будем выполнять на холсте нас почти ли ложатся листы на ширину и потом два листа лягут в длину делаем нахлёст на пол сантиметра больше не надо и приклеиваем листы друг другу скотчем подчистки сантимен заниматься запустим на так прикладываем к оригиналу смотрим так но у нас практически видите практически легло здесь сантиметра лишний и вот здесь вот этот кусок лишний вот это то есть мы так вот так вот легло ровно значит вот этот ненужную часть мы отрезаем готова так сейчас будем рисовать смотрите для удобства до складываем лист пополам еще пополам еще пополам еще пополам вот такие квадратики у нас получаются до выделила квадратики то же самое я проделываю вот с этим листом который мы только что склеили так удобнее не надо ничего высчитывать потом просто карандашом по верху проведете с линейкой все так вот у нас ведь все получились одинаковые квадратики теперь вот по этим сгибом просто прорисовываем карандашом прочерчиваем полоски видите я прикладываю линейку к месту сгиба и прочерчиваю вот у нас получились квадратики точно такого размера видите как на нашем рисунке теперь мы начинаем переносить каждый квадратик симметрично с этого рисунка на наш лист маркером ставлю точки в местах пересечения квадрата и линий тогда мне легче будет просто это все потом соединять и так вот у нас начинается рисунок видите почти от середины чуть ниже дальше у нас идет почти середина чуть ниже дальше у нас вот вот в этом месте вот переходит капля струна струна пошла суда дальше у нас струна пошла сюда капля вот у нас капля Дальше она вот здесь вот пересекается с полоской. Дальше она уходит вот сюда наверх. Здесь у нас нос. Здесь у нас середина кругляшка контрабаса. Здесь у нас будут струны. Здесь у нас проходит полукруг контрабаса. Здесь линейкой соединим каплю и смычок, чтобы понять, как у нас правильно лёг рисунок. Так, капля у нас идёт отсюда. Здесь почти ровно, потом закругляется. Так, здесь выемка. Вот наша струна. Выходит, видите, прямо из-под капли. Проводим прямую линию и почти на сантиметр вниз проводим здесь. Здесь поменьше, потому что смычок у нас уходит в конус. Так. Теперь отсюда пляшем дальше. Здесь что мы имеем? Здесь мы имеем пальцы. Пальцы вот примерно от такого расстояния. Так, здесь они идут вниз. И здесь, вот они у нас, видите, раскрываются. Раз, два, три, четыре, пять. Как веер раскрывается. Значит, у нас будет раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раскрываем их немножко, как веером. Снова положено. Сейчас просто надо чётко отработать детали. Особо я не детализирую, потому что это всё всё равно будет гипс. И там будут расхождения. Вот. Поэтому мастерства вашего всё равно особо не хватит для каждой отдельной детали. А для базы вполне достаточно, чтобы уже на неё сверху выкладывать гипс. Вырисовываем круг, чтобы у нас всё это ровно легло на холст. Контрабаз должен быть же круглый, правильно у нас красивый? Круг. Ну, такой круг с намёком на овал. Я бы так даже сказала. И теперь, значит, сюда сердечко. Обратите внимание. Наши губы, сердечко с этой стороны, видите? Намёк на сердечко. И сердечком уходят туда, в губы. Здесь у нас сердечко, видите? Как бы пересекаются детали. А здесь у нас... Так. Буква С. Вырисовываем. Букву С такую, знаете, каллиграфическую. Ну, вот, собственно. Теперь вот это вот всё мы переносим на холст. Вот наш холст. У меня тут уже, видите, есть рисунок предварительный. Я использую её для этого курса. Представьте себе, что это холст пустой. Вот предварительный рисунок эскиз. Его нам надо перенести на холст, чтобы потом создать нашу лепку. Мы берём кальку. Обыкновенная чертёжная калька. Чёрной пачкающей стороной поворачиваем на холст. Сверху кладём рисунок. Выравниваем по углам. И закрепляем прищепками по четырём углам. Прикрепляем бумагу, кальку к холсту, чтобы она у нас не ёрзала. Далее берём ручку. Я использую ручку, которая не пишет. У неё просто есть грифель. И обводим наш рисунок, переводим на холст. Я рекомендую начинать с одного угла и идти потом по картине, чтобы вы не запутались. Начинаем переводить рисунок. Вот таким образом потом переводите весь рисунок на холст. Отцепляйте клипсы. Мы получаем рисунок, на который мы будем наносить нашу рельефную пасту. Видно карандаш. Вот по этому контуру мы выкладываем затем наш рельефный рисунок. Спасибо за внимание. Жду вас на следующем уроке.